Нужно делать декомпозицию, то есть декомпозиция, окей, сколько я хочу? Я хочу 100 миллионов. Хорошо, пишем, хочу заработать 100 миллионов. Делаем декомпозицию. Что такое декомпозиция? Декомпозиция это сколько я могу продать, ну, условно. Недавно жена говорит, подписанного одного блогера, этот блогер такое сказал, говорит, что-то в прошлом году она делала какой-то марафон заработать 10 миллионов за день. Всем блогерам. И все там выполняли, ну, у кого-то получилось, ну, пусть не 10, но за один день там 5-7 миллионов заработать. Она говорит, познакомилась там тоже с одним в свое время нашумевшим человечком, фамилии не называю, чтобы рекламу не создавать. Я говорю, я ставлю себе цель за день заработать 100 миллионов. Я говорю, слушай, ну, тут все очевидно, пойдет по классической истории с инфобизм, да. Я думаю, что, скорее всего, продаст какое-нибудь личное сопровождение там 10 человеком по 10 миллионов. Декомпозиция. Получаешь свои 100. Вопрос надо объяснить, обосновать ценности. В итоге я провожу какой-то свой собственный вебинар, прохожу, она, ну, спускаясь после вебинара, супруга улыбается, говорит, ты был прав. Только она еще круче сделана. Она продала 2 человека по 50. Сказала, возьму его в личное наставничество. Те, кто уже делает 10 миллионов в месяц, соответственно, возьму двух человек по согласованию, по договору, чтобы все это непосредственно было официально. Ну, и в режиме реального времени у нее там было уже кто-то на согласовании, просто показала, как это сделать. Бомба? Бомба. При прочих равных условиях. Нет, с позиции уважения к человеку, да. Подумаешь, какую ценность ты можешь дать? Наверное, да. С позиции заработать 100 миллионов рублей, как вот, вот так. И опять же, здесь есть несколько вариантов декомпозиции. Декомпозиция может быть, у тебя начинаются нули вот здесь вот меняться на уровнях. То есть первый вариант это продать одному человеку на 100. Продать 10 человекам на 10. Продать 100 человек людям по миллиону. Продать тысячи по 100 тысяч. Вот, делаешь декомпозицию. Соответственно, когда человек задает вопрос, каким образом я могу заработать 100 миллионов рублей, нужно, соответственно, просто подумать вот об этих цифрах. Это то, что платит человек. Ну, естественно, думать об этих цифрах, наверное, кто-то скажет, вот это вот проще. Продать один человек на 100. Но тогда ты очень много думаешь, какую пользу ты можешь дать. То есть здесь должно быть на миллиард, как минимум. И найти человека, который миллиард нужен. Опять же, цифры все меняются. Здесь нужно понять, какую ценность ты можешь дать на 10 миллионов. Вернее, ценность не на 10 миллионов, а на 100 миллионов. Но человек должен хотеть заработать 100 миллионов. И уметь зарабатывать 10. Уметь зарабатывать 10. И все у тебя начинает строиться вокруг этой картинки. И когда человек говорит, я хочу заработать 100 миллионов, я говорю, ты понимаешь, что ты можешь искать, как заработать 100 миллионов. Не знаю, у тебя зарплата 50 тысяч рублей в месяц. Ты вот другого человека можешь научить, прям довести до результата, сколько зарабатывать в месяц. Вот ты сам. Вот эта история, она примерно вокруг этого. То есть, во-первых, тебе нужно найти человека, который уже зарабатывает в 10 раз меньше, уже зарабатывает. И поэтому, получается, ты можешь метить в 100 миллионов только в том случае, если ты знаешь, как заработать 10. И опять же, в том оффере, да, это звучало 10 миллионов в месяц, то есть, по сути, человек, в принципе, сотку уже и так зарабатывает. Просто он показывает, как это увеличить в 10 раз. Ценность должна быть в 10 раз. И тогда возникает вопрос, кто, в принципе, может заработать 100 миллионов? Я в этом случае говорю, там, заработать 100 миллионов ты можешь в том случае, что если ты зарабатываешь, ну, по крайней мере, сейчас зарабатываешь где-то там, ну, 5 миллионов. Вот тогда можно поговорить. И это не какой-то инструментарий, это не пифы, не акции, не облигации. Это вообще про другое. Совершенно про другое. И это, опять-таки, вопрос уже наставнической работы, вопрос ценности. То есть, какую ценность ты непосредственно готов дать. И как ты эту ценность можешь масштабировать. Вот ты готов тысячу человек вести за 100 тысяч рублей в индивидуальной работе? Скорее всего, нет. Тогда думай, каким образом ты можешь вот это вот масштабировать. Опять, когда говорим про проект «Миллион за восемь», в этом и заключалась суть. Как я вообще могу брать не полтора миллиона, не три миллиона рублей в год, а как я могу взять 30 тысяч рублей в год за год? Чтобы ценность, которую получает человек, была 300 тысяч. Заплатить 30 за ценность 300 – это нормальная сделка, как Трамп говорит, да, отличная сделка. И, соответственно, непосредственно масштабироваться, да, то есть, чтобы это было там интересно, не знаю, тысячу людям. Так родился проект «Миллион за восемь», чтобы узнать, соответственно, ссылка в описании. Поэтому первое, что нужно сказать, что всегда у людей есть, ну, то есть, вот заблуждение. Мы опять привязались к какой-то определенной цифре 100 миллионов, да, 100 миллионов, которые вдохновляют, прикольно, классно. Но вот если, ребят, кстати, напишите, кто хочет 100 миллионов за год заработать, в комментариях напишите, да. Блин, круто, 100 миллионов. Есть обратная история. Если вы написали, ребят, комментарий, поставили плюсик, сейчас поставьте на паузу, поставьте таймер на 3 минуты и напишите, куда вы эти деньги потратите. У вас есть 100 миллионов. Причем очень важная оговорка, что вы их тратить на инвестиции не можете. То есть, купить квартиру, чтобы потом ее перепродать, купить акции, чтобы получать дивиденды, иметь пассивность. То есть, вообще, запрет, в принципе, на любого рода при умножении капитала. То есть, в инвестиции никакие, ни биткоин, ни криптовалюта, ни недвижимость. Имеется в виду недвижимость в инвестиционных целях, чтобы вредную. Вот себе можно купить, вопросов нет, да. И то, давайте недвижимость тоже не будем, потому что в Москве можно накупить квартиру там за 200 миллионов. Отбой. По недвижимости отбой. За 3 минуты вы должны написать, куда вы ее потратите. И вы столкнуетесь с тем, что вы не смогли потратить эти деньги. Ребята, если вы были честны сейчас, поставили на паузу. Вы сделали домашнее задание, я неоднократно это делал с людьми. И если вы говорите, что вы потратили, вы лжете и мне, и себе. И эффект от этого никакого не будет, да. Потому что люди не могут потратить деньги, которые превышают в 4-5 раз их доходы. Опять же, при условии, что мы убираем оттуда недвижимость. Потому что можно там сказать, я недвигу куплю. Опять же, история, кто-то может сказать, я куплю там Bugatti Veyron. Она даже больше 100 миллионов стоит. Это вопрос, доставит ли вам удовольствие. То есть, смысл в том, чтобы не потратить, чтобы потратить, как цель потратить. Да, потратить, ну, нормально, чтобы нормально, хорошо было. Путешествия съезжу, там, не знаю, фитнес, питание. Повар личного найму, там, на массаж буду ходить. Автомобиль для экспедиции куплю, да. То есть, где-нибудь получу права на управление вертолетом. Мне это ничего не нужно. Я готов просто, чтобы в любом точке мира я был мобилен. Да, и на мотоцикле мог поездить, не знаю, на самолете полететь, на вертолете, наехать. Бычки первым, да. То есть, поэтому получается, что первое, что нужно ставить, нужно ставить как максимум, это x10. То есть, если у вас доход, и это ошибка очень большого количества людей, когда доход 50 тысяч рублей, а человек насмотрелся мотивирующих роликов и еще всякие штуки, да, мы будем называть это ерундой, он говорит, я хочу 100 миллионов. Вот для вас 50 тысяч рублей умножаем на 12, получаем 600. То есть, первый год, то, куда нужно метиться, нужно метиться x10. То есть, в 6 миллионов. И думать в этом направлении. Опять же, через что? Через декомпозицию. То есть, мы смотрели предыдущий, да. Декомпозиция, как она себя представляется. Простая формула, которую просили меня написать. Сколько? Первое, что нужно сделать, это сделать историю. Ваш текущий уровень дохода умножить на 12, получаем годовой доход. Через год стрелять, метиться в x10, да, то есть, 6 миллионов. После этого 6 миллионов мы делаем некую декомпозицию. Декомпозицию через то, как я привел пример, связанный с тем, что это может быть. Это может быть, опять, как мы делаем. Это может быть один чек на 6 миллионов. Может быть. Сколько у нас агентств получают? У нас агентства риелторские получают, агенты получают от 1 до 5% с продажи. То есть, чтобы получить 6 миллионов, да, я должен продать что-то за 600, ну, если это 1%. Или что-то за 200, если это 3%. И тогда, соответственно, я захожу на ЦИАН и смотрю, какие дома продаются, да, смотрю, эксклюзив, не эксклюзив. И, может быть, я стану тогда агентом по продаже. И я тогда одним чеком делаю 6 миллионов. Возможно ли человеку с этой зарплатой общаться с человеком, который покупает дом стоимостью 200 миллионов? Сможет ли он продать? Скорее всего, сложновато будет. Но если вы себя в этом чувствуете, в Дубае, блин, все стали агентами. Все экспаты, да, становятся агентами. Почему? Там 10% от продажи нового. Второй вариант. 10 продаж по 600 тысяч рублей. Смотрим, где есть маржинальность 600 тысяч рублей. То есть, что это может быть за маржинальность? Например, спецтехника, да, стоимостью, не знаю, там, от 60 миллионов рублей. Лизинг, да, то есть, ну, опять, оборудование, импортозамещение. То есть, какие вещи сейчас замещаются, поставка какого оборудования требуется, в чем сложности возникают. Потому что, получается, ситуация такова, что, особенно текущая ситуация, что какие-то крупные вендоры, они все находятся под санкциями, и с ними особо никто не хочет работать. Опять же, вопрос челночный, когда можно, не знаю, там, какие-нибудь оперативную память, да, из Америки привезти просто в чемодане, там, 20 штук, которые в России будут стоить в 2-3 раза больше себестоимости. Опять тогда, ну, 600 ли это тысячи рублей? Тогда мы опять декомпозируем 100 по 60. Продать макбук. Ну, то есть, средняя цена макбука, там, 2-2,5 тысячи долларов. Мне нужно продать 100 макбуков. Продать айфон. Ну, опять, какой айфон нужно продавать, да, с наценкой 60 тысяч рублей со всей себестоимостью. Ну, то есть, вопрос в некой такой мелкой бытовой технике, да, опять через какую-то ценность. Может быть, я чему-то обучить могу. 100 человек по 60 тысяч рублей, прикольная история, может быть, я 100 человек в горы поведу. Я 100 людям организую отпуск, офигенный отпуск, такой, который вообще никто никогда не видел. Я приглашу к себе, это будет классно, офигенно. Но при этом ваша внутренняя маржа должна быть, там, в районе 60 тысяч рублей с каждого человека. И тогда возникает вопрос, вы приходите в отель и говорите, я вам заполню, там, на все лето, я выкупаю блок мест, не знаю, там, 20 штук. Они всегда постоянно будут заняты. Мне нужна скидка 30%, 40%. И все, ты тогда повышаешь ответственность, ты ответственность берешь на себя, ты это продаешь, тебе от цены отеля делают скидку, ты даешь какую-то ценность или самостоятельно, или привлекаешь еще кого-то, и на этой ценности имеешь в своем маржу 60 тысяч рублей, ты сделал. Что здесь еще может быть? Здесь может быть тысяча по 6 тысяч рублей. То есть мы опять идем от декомпозиции, ребята. Вы видите, что в этой формуле мы говорим про очень простые вещи, с одной стороны, да. Человек, который имеет заработную плату 50 тысяч рублей, он делает себе адекватную, ну, то есть он не ставит какую-то чрезмерно завышенную историю. Он, если проживет эти 12 месяцев вот в таком ключе, да, он скажет, я хочу иметь не 600, я хочу иметь 6. Ребят, ну, иметь 6 вместе с 600 вообще-то вот здесь вот, это меняется на 500, если что. То есть доход в 10 раз может вырасти. И тогда он делает декомпозицию. Опять, ответьте уже себе сами на вопрос, по какому пути. Или вам тысячу продаж с маржой 6, вы же можете вообще сделать 10 тысяч с ценой 600 рублей. Можете? Можете. Декомпозиция в каждом из этих источников, она реальна. Вопрос, насколько вам сложно найти вот здесь вот ценность и найти вот этого одного человека, и будете ли вы с ним на одной волне, чтобы у вас сделка хорошо прошла. И тогда, может быть, истина, она будет находиться где-то вот в этой плоскости. 100, но это получается где-то по 10 человек в месяц. Какую ценность вы можете дать на 60 тысяч рублей? Ценность, маржу имеется в виду. Нужно понимать, что там еще будут себестоимости какие-то. Классная штука. Просто вот, чтобы подумать в этом направлении, ребят, посмотрите, сколько круиза стоит по рекам российским, которые из Москвы отправляются. Просто, если вы не в Москве, для вас это очень может быть полезной историей, да? Сколько стоит. И опять, смотрите, очень интересно возникает картина, да? Картина возникает такая. Все Максима Петрова знают как финансиста, как человек в опыте работы с инвестициями. Мы начали говорить про доходы, про большие доходы, про 100 миллионов, про 6 миллионов, для кого-то это много будет. Но здесь про депозиты, про доллары, что будет с рынком, что будет с золотом, вообще ни слова. И на самом деле очень много было, во-первых, чего ты хочешь, декомпозиция, понимание, в какую плоскость ты бьешь. Нужно понимать, что чем более амбициозную цель ты в итоге достигаешь, тем быстрее ты можешь ускориться в дальнейшем. Можно попробовать решить задачу просто сделать 10 тысяч продаж на 600 рублей маржи, но тоже непросто, да? То есть здесь уже просто количество большое становится. Но это как раз к вопросу о создании Фейсбука, да? Когда Цукерберга в фильме кто смотрел, социальная сеть, когда венчурный инвестор спрашивает, а что ты хочешь? Он говорит, хочу миллион долларов. Он говорит, миллион долларов неинтересно, миллиард долларов, вот это круто. Миллион долларов не круто. Знаете, что круто? Ты? Это миллиард долларов. К чему это приводит? Это приводит к декомпозиции. То есть для него миллион долларов неинтересно. Миллиард долларов это круто. И когда ты делаешь декомпозицию в миллиард долларов, ты понимаешь, что у тебя та технология, которая создана, она не может быть замкнута в рамках единого вуза, где она возникла. Она должна масштабироваться вовне. И как ты можешь заработать миллиард, сделай так, чтобы тебе один миллиард людей за что-то заплатили один доллар. Причем если ты сделаешь, что тебе этот миллиард людей будет платить по одному доллару в год, у тебя будет каждый год миллиард. Делайте декомпозицию. Хорошо, когда появляются наставники, которые могут сразу показать реальность пути в миллиард, как у Цукерберга это было. И я на самом деле очень счастлив, что в моей жизни были наставники, которые мне это показали. Кого-то я служил сразу, потому что это были родные, родственники. И они меня просто прессовали, ну грубо говоря, наказывали, если я этого не делал. Второе, это были наставники, у которых занимали позицию помощника. То есть они готовы были поддерживающую позицию. То есть они говорили, а вот можно так, но не настаивали. То есть наказания не было. Я такой человек, которому надо еще подстегивать. И поэтому получается я все равно пришел к тому, к помогающей позиции, но опять же через свои какие-то собственные ошибки. И здесь вопрос опять через ценность, каким образом двигаться. Потому что здесь, если находитесь, скорее всего создается очень мало ценности. Причем я абсолютно убежден, что у каждого человека, который прямо сейчас получает столько, у него уже есть ценность, чтобы получать столько. Просто он не считает это ценностью. И это тоже важно понимать, и это важно осознавать. В этой же тоже истории немаловажно, если вернуться к предыдущему. Как только вы начинаете метить вот сюда, в 100 миллионов, зарплатой 50 тысяч. Суть заключается в том, опять же на практике это видел. Естественно у людей зарплата была не 50 тысяч рублей, зарплата была больше. То есть в среднем зарплата была в районе миллиона рублей. Они метят куда-то в полмиллиарда, то есть 500 миллионов. И суть в том, что когда они делают это упражнение, я сам это тоже проходил. Когда я был очень амбициозным, за моими поличами были опыт работы в тройке диалога, в Сбербанке. У меня был первый этап моего банкротства, когда я потерял очень много денег. То есть я как бы имел много денег, ну как много, при прочих равных условиях. То есть зарплата в 350-400 тысяч рублей в Воронеже в 2011-2012 году, это большие деньги были. То есть в 10 раз больше средней зарплаты по региону, даже в 20 раз больше. 300 миллионов хотел сам лично заработать. Я понимал, что я избегаю. То есть мне прилетали возможности, реально, когда начинаешь анализировать, приходили люди, появлялись в моем окружении, появлялись возможности заработать такие денежные средства. Мне человек прямо говорил. Когда я шел по декомпозиции, в моей жизни тоже был один клиент, очень интересный из Липецка. Он единственный, кто помимо господина Лисина имел собственность на территории Новолипецкого медкомбината. И как раз я ушел из компании «Тротый диалог», и мы про вот это вот говорили. То есть я хотел куда-то вот сюда. Ну условно, да, если этот пример привести. То есть что я хотел? Я говорил, у меня есть оборудование классное, у меня есть современные компьютеры, у меня есть техника, у меня есть телефонная станция, у меня есть сервера. У меня есть все для того, чтобы открыть центр по кредитованию. Ну тогда еще это не было, это 2012 год, да, то есть я хотел сделать такого брокера, который бы человек приходил, как сейчас это сделают, да, в одно окно, и сразу заявки там в несколько банков направляются. То есть в принципе у меня было полноценное все, кроме самого офиса, да, куда нужно было снять и арендовать. Посмотрите, 10 человек. Спокойно все это вытягивало. Все для этого есть, я это купил там, когда компания закрывала свой филиал. Это была современная классная культура. Он говорит, слушай, Макс, ты приходишь в маленькое небольшое озеро и ловишь карасей. При этом ты гарантированно наловишь здесь карасей. Может быть не 100, но 50 поймаешь точно. Будет жор, сможешь поймать и 150. Я тебе предлагаю, брось это и с твоими мозгами иди ко мне. Мне нужно финансирование. Я достаточно сложно как бы общаюсь. Я не могу с этими ростовщиками говорить, да, а у тебя как бы язык подвешен, то есть иди ко мне и найди мне кредит 600 миллионов. Я тебе 10% с этой суммы заплачу. И вопрос выбора карасей ловить или как старик и море выйти в открытый океан и поймать марлина на 200 килограмм, да, это вопрос выбора каждого человека и риска, который непосредственно на себя принимает. Но вот та формула, о которой хотелось сегодня поговорить, она опять находится вне плоскости каких-то конкретных инвестиционных инструментов. Это больше про рост активного дохода. Это речь про ценность, которую мы создаем и какому количеству людей мы можем быть полезными. Поверьте мне, вполне реально подумать над вопросом, а кому, каким людям и как я могу 10 тысячам человек дать ценность на 600 рублей. И когда начинают удивляться и ржать условно над человеком, который там отправь смс и за 10 рублей получи рецепт настоящего украинского борща и получает там 50 тысяч смс по 10 рублей, ничего удивительного в том, что он получает большие деньги, нет. Вопрос, как ты можешь это масштабировать. У меня есть такое решение, одно из таких решений есть, которое позволяет оставить 50% потребительской ценности людей, кто ищет финансовых консультантов, советников с целью заработать 1 миллион долларов для себя или для своих собственных детей. Ознакомиться, опять-таки, с ним вы можете по ссылке в описании под данным видео. Надеюсь, что по итогам данного видео для вас понятен ход мыслей, с чего стоит начинать в зависимости от вашего дохода, когда вы можете претендовать на доход 100 миллионов рублей, сколько вы сейчас должны зарабатывать, каким образом делается декомпозиция и вокруг каких критериев нужно, чтобы ваша мысль крутилась. То есть цена, ценность, которую вы определяете, плюс количество людей, которым эту ценность может непосредственно зайти. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok